итак друзья всем привет и сейчас я объясню как делается этот трюк сразу скажу я показывал этот трюк на людях несколько раз и он вызывал очень бурную реакцию у зрителя что он реально не мог понять как это делается хорошо сейчас как вы поняли я буду рассказывать как сделать вот такую карту специально как бы заготовлена окей нам для этого понадобится взять свечку хозяйственную свечу которая продается в любом магазине холстоваров заточить ее немножко и мы готовы делать собственно гиммик для того чтобы сделать гиммик нам необходимо взять карту не обязательно чтобы она была бланковой но я как бы этом фокусе компоновал два то есть это мой фокус первый который был на этом сайте карт клининг и собственно witchcraft но я позже расскажу как можно сделать как можно как сказать показать вариацию этого фокуса без бланковой карты пока что улавливаете основную суть как наносить эту надпись окей парафиновая надпись легко стирается любой тряпочкой скажем то есть вот таким вот образом мы и стерли и чтобы дату все-таки и дугашку тоже окей чтобы мы могли пеплом проявлять рисунки карт нам необходимо вначале нарисовать эту карту например у меня семерка буби поэтому мы просто берем свечку и рисуем ею не боясь на карте это абсолютно не вредит картам если у вас карты покрытием хорошим не атласные естественно атласные с ними фокус я не думаю что вообще получится мы рисуем свечкой форсируемую карту я нарисовал снова семерку буби и собственно удаляем все излишки просто вот так и встряхну ее и мы готовы показу фокуса окей как сложить карты в холоде нам нужно вначале выбрать карту который мы будем форсировать это у меня будет семерку губи мы берем белую карту на которой мы нарисовали вот этот фрейм и кладем под смерку далее что мы делаем далее мы показываем зрителю вот таким образом просто демонстрируем большим пальцем переводим сюда показываем семерку губи далее мы заводим ее под колоду кладем и только потом переворачиваем чтобы не запалить белую карту я думаю это понятно далее делаем любую сменку которая меняет первую карту на следующую то есть сдвигаем эту например classic change как класс как в classic change вытаскиваем и говорим что мы собираем отсюда краску и бросаем ее к пеплу сейчас сразу оговорю что источник пепла скорее всего будет у вас сигарет потому что лучше все показывать курящему зрителю то есть вот он курит стоит или если вы сами курите вы можете говорить что вот мы взяли краску и бросили к сигарете я не кудру дома я тащить вообще курить не собираюсь никогда поэтому я просто коробок специально изначально наполнил пеплом вот спички жог сидел для этого и собственно получил как бы желаемый результат пепел окей но лучше всего показывать это соответственно человеку с сигаретой с этим пеплом работать проще и лучше далее после того как мы сделали первую сменку мы делаем дабл то есть мы ставим две карты на брейк и две карты сразу переворачиваем как одну дальше мы делаем снова любую сменку можно сделать classic change опять-таки можно сделать как делаю я большим пальцем вводим эту карту это обнажается подушечками мы вытаскиваем ее пальцы растопырены далее мы просто кладем и либо вот так вот на большой палец можем ввести либо сразу положить и якобы стереть краску и снова как будто бросить эту краску в пепло и мы получаем белую карту колоду мы можем убрать хорошо далее мы берем эту карту и пепел к сожалению пепел у меня кончился поэтому вот у меня тут маленькая крупица осталась я попробую показать с ней надеюсь все будет видно мы пепел начинаем размазывать по карте и если пепла достаточно а не как у меня пары крупиц пепла если пепла вы сейчас подери если вы пепла достаточно набрали то по сути у вас вы стоит будет вырисовываться эта карта здесь видно очень тускло к сожалению потому что у меня пепла мало но как вы видели в видео на самом деле если вы нанесли достаточно парафина и достаточно взяли пепла то будет все нормально то есть вы кладете на руку просите зрителя стряхнуть пепел с сигареты ждете пока немножко засвинет и растираете по колоде получается надпись зритель может тереть ее и стереть он ее не сможет он реально будет думать что это пепел нарисовал уже он парафина не заметит серьезно зрители уже тогда не догадались что парафин он его стереть потому что такой не сможет окей далее что стоит отметить есть несколько вариантов показа этого фокуса вы можете завершить его так то есть вы говорить что хотели доказать что ничего не считает бесследно и из пепла как феникс можете как бы возродить эту карту просто сделать эту карту положить наверх здесь делать брейк под одну карту взять за разные углы и пока вот так вот круговые движения делаете перевернуть ее то есть вот вы крутите переворачиваете и ставите обратно это кажется как будто она поменялась дальше это просто показываете даете на проверку эту можете куда-нибудь выбросить либо вы отдаете эту карту зрителю как сувенир вполне нормально еще что стоит ответить что после этого фокуса можно просто взять тряпочкой вот так вот и стереть отсюда весь парафин вместе с пеплом он сойдет я вас уверяю то есть она станет снова абсолютно белый как вы можете заметить она полностью белая хорошо я обещал рассказать о некоторых вариациях этого фокуса например можно сделать вот так когда вы еще не проявили карту но уже сделали белый вы кладете ее зрителю на руку парафином вверх и посыпаете сверху пеплом дальше просите зрителя закрыть рукой карту и думать о ней а в этот момент вы уберете за торчащий уголок карты начинаете вот так двигать пепел будет размазываться по карте зритель будет в шоке когда он уберет руку и увидит что тут вы очертание его карты но этот эффект может не дать желаемого результата это раз его будет нужно рисовать центрированно и не крупно загадываемую карту это два и нужно будет чтобы вы не спалили парафин когда положите нужно выбирать угол света или же вы вначале зрителю на руку пепел стряхиваете потом кладете парафином на пепел карту тогда вы не спались абсолютно и начнете делать проблема в том что скорее всего вы так помнете карту или будет что-то не знаю такого может вроде ничего не произойдет или недостаточно размажено но думаю как вариант это очень хорошая идея потому что зрители реально будут шоке у него мозги взорвутся я показывал это просто вот так растирая зрители были в шоке это было просто неописуемая реакция вот вот такие были лица и фокус очень удачный также если у вас нету бланковых карт карт дабл бланк или подобных карт вы можете показать этот фокус по другому вы форсируете зрителю любую карту например опять таки семерку буби у вас на карте которая находится под семеркой буби свечкой на рубашке нарисовано значение семерки бубей вы показываете эту карту зрителю убираете в любое место в колоде и и опять таки просто пепел сюда встряхиваете уже и проявляете здесь у вас на рубашке другой карты будет проявлена карта зрителя это тоже поразительно и тоже очень эффектно тоже вам очень советую итак я надеюсь я все понятно объяснил если что пишите вопросы в комментариях самое главное не забывайте побольше нарабатывать фокус и делать его качественно нужно чтобы рисунок был красивым редактировать можно вот обычной тряпочкой то есть углы там подтирать просто тирать профиль свечка в любом фост товарном магазине на любом рынке на любой в любом ларке можно найти где плывается хостовая карты у вас наверняка есть с атласными показывать не советую не пробовал но мне кажется что фокус ими не получится итак всем желаю успешно показать этот фокус счастливо чё ты такой серьезный